Наталья Золотарева с самого раннего детства занимается живописью. От ее глаза не спрячется ни одна, даже крохотная деталь. Все началось с четырех лет. Мама отвела Наташу в детскую изо-студию, в которой атмосфера пропитана творческим подходом, любовью к искусству. Родители всегда поддерживали интерес своего чада. Родители по очереди читали сказки. И мы представляли себе сказочные сюжеты, отображали их на работах. Причем работы сразу были большие. То есть метровые и выставки были, включая международные. Причем мне еще 10 не исполнилось. Я уже в кучу выставок поучаствовала. Но это благодаря учителю. То есть мы все участвовали в этих выставках, занимали призовые места. Это тоже стимулировало творческий рост. Работы художницы известны практически по всему миру. В Америке, в Норвегии, в Индии, в Венгрии. Наталья приезжает в Великий Устюг уже не в первый раз. В этом году с собой девушка привезла 10 холстов, бумагу, акварель и карандаши. Устюг для нее – место силы, где хочется рисовать, работать, творить. Человек, создающий красоту, он воспитывается сам. Человек, воспринимающий красоту, он облагораживается, воспитывается. Действует на внутреннее состояние. И работа может как умиротворить, так и возбудить какой-то интерес к жизни. Работа художника тяжела, требует отдачи огромного количества эмоций и терпения. После творческих порывов у девушки на некоторое время начинается затишье, как и у любого человека, который вкладывает душу в свое дело. Когда работа написана с желанием и интересом, картина приобретает магическую силу, становится динамичной, живой. Работы мои очень сильно отличаются друг от друга. Есть прямо на пике эмоций, все в движении. Это качельная серия, танцевальные серии, колокольные серии. У меня есть 40 работ черно-белых, все про звоны колокола, и там ощущения именно звона, они там динамичные, очень летящие. И люди, которые смотрят на них, говорят, что прям чувствуется звон. Пять лет назад Наталья познакомилась с музыкантом-звонарем Семеном Илья Гуевым. Теперь они работают в тандеме. Художница показывает картины под музыку. И очень все созвучно, потому что его музыка, она тоже очень яркая, динамичная, очень разная и философская. И, в общем, ну прям, я считаю, что его музыка – это живопись звуком, а мои песни – это звук цветом. По мнению Натальи, для того, чтобы научиться рисовать, совсем не требуется особых талантов. Каждый человек от природы чем-либо наделен. Любое полезное увлечение следует развивать с раннего детства. Именно тогда это может перерасти во что-то большее, нежели хобби. Главное для художника быть честным, открытым, потому что если ты в картинах врешь или делаешь их, ну, как конвейер просто, как работу выполняешь, то они не живые. Главное быть живым, честным, открытым человеком. В нашем городе и близлежащих деревнях и селах у художницы уже проходило несколько выставок. В рамках фестиваля колокольного звона «Звонное лето» Наталья представляла свое творчество в тандеме с музыкантами и звонарями. Несколько полотен художницы поселилось в частных коллекциях у стюжан. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».